Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Хастл Кастл. У меня новое достижение, благородные друзья. Ну что же, замечательно. Так, что у нас тут? Что это такое? Я что-то не понял, маленько конечно, лента событий. Это по ходу дела то, что происходило у нас раньше или какая-то история. Как больно, у меня серьезная травма, впрокты, ледяные истуканы. Да, это видимо то, что мы проходили ранее, только сейчас они сделали это в форме, так сказать, ленты, что мы можем теперь проходить и смотреть, что у нас было до этого. Будь собой, все равно таким крутым как Дональд ты не станешь. Полководец, искусственный оратор, красавец, каких поискать? Честно говоря, на мне тут все держится, но я привык, не благодарите. И пошла тут история. От смеха над твоим самомнением они пали, Донни. В общем, так, а вниз у нас ничего нету. Предводитель темных сил континента. Я непобедим. Это у нас повелитель бездны. Весь мир в труху. Это его девиз по ходу дела, да? Я проснулся. Ну да, это у нас все было. Так, ну что, давайте, наверное, соберем здесь алхимики. Яблочки тоже обязательно надо собрать. Я еще не, как говорится, не успел поиграть, а уже получил массу комментариев по поводу этого обновления. Поэтому сейчас мы с вами тут глянем все. И дальше я вам скажу свою точку зрения. Так, смотрите. Магазин. Заходим. Играй комфортнее. Давайте посмотрим, что это такое. Купите премиум, чтобы получить преимущество. Максимальный бонус от счастья на добычу ресурсов. Дополнительные ресурсы за победы в ПВП и ПВЕ. Сохранение 30% ресурсов от грабежа при нападении на вас в ПВП. Сокращение времени постройки и улучшения комнат. Сокращение времени изготовления предметов. Активировать премиум. Так, на 30 дней 379 рублей. Ну, в принципе, ребята, я могу себе это позволить. Я сейчас это сделаю. Но я скажу вам более. Вот этот донат не обязательно делать. Но я единственное сделал для того, чтобы как-то сравняться с нашими хаями. Потому что у меня очень мало времени играть в данный момент. Поэтому пришлось. Но без него можно дальше играть. В принципе, ничего здесь страшного нет. Так что этот донат можно считать проигрышным. Так, замечательно. Ну что, бесплатный сундук здесь дается. А вот здесь у нас, смотрите-ка. Гоблин-помощник. Купить, купить, купить. Но, уважаемые программисты и разработчики игры. Почему вы вот этого гоблина не могли сделать в какой-нибудь лотерее? Почему люди должны тратить свои кристаллы, деньги на то, чтобы купить помощника себе? В Fallout Shelter такого не было. Хороший мальчик. Вы можете раскрыть эту тайну, когда заведете питомца в своем замке. Ага. Две собаки по 790 рублей. Это я тоже считаю, ребята, обдиралово. Я даже не знаю, что этот пес дает. Но, так как я, опять же, могу себе позволить, я его покупаю. Заодно посмотрим, что он делает. И, опять же, я вам скажу, что введите имя. Это кому? Псу, получается. Ну, что ж, давайте назовем его... А как его лучше назвать? Есть у меня одна задумка. Назовем, наверное, его... Хард. Да, давайте Хардом назовем. Тяжелый пес, короче. Хард Дог. Так, д-д-д-д-д. Вот. Этот, ребята, донат тоже, я вам скажу, не обязателен. Так что на него можно даже не смотреть. Это, так скажем, зверюшку ты себе приобретаешь, которая будет просто-напросто поднимать настроение вашим жителям. Назвал я его Хард Дог. Тяжелый пес. Пускай будет так. О, завыл. Ну, я вам скажу так, ребята. Это я могу себе позволить. В эти игры в основном играют у нас дети, которые, естественно, не могут себе позволить деньги где-то добыть, что-то купить. Взрослый контингент здесь довольно-таки мало присутствует. Давайте возьмем еще себе вот этот вот Хейя Гоблин Помощник, который будет у нас собирать ресурсы. Поэтому, как бы я даже не знаю, скорее всего, наши разработчики могут отвернуть большую половину людей за счет вот этого вот доната. Хоть он, конечно, и несущественный, как говорится, он ничего не навязывает на себя, но тем не менее. И мы плавно с вами переходим в обновление игры. Будем читать. Дорогие лорды, мы рады представить вам очередное обновление игры. Ниже вы можете узнать об изменениях и новшествах, которые появились в игре. Исправление баланса. Во-первых, докупка ресурсов за алмазы стало в разы дешевле. А во-вторых, мы полностью переделали функционал покупки ресурсов в магазине. Теперь он стал удобнее и проще. Не хватает ресурсов, бегом в магазин. Начальные уровни порталов, рассчитанные для шестых и седьмых уровней тронного зала, стали значительно проще. Так что не пропустите открытие следующего портала, запасайтесь едой и бегом в фарме темной души. Мы в несколько раз снизили стоимость ускорения тренировки жителей и изменили время тренировки на высоких уровнях. Немного снизилось значение добычи ресурсов, а также изменилась стоимость некоторых комнат, хранилища и комнаты по добыче ресурсов, например, стали значительно дешевле. Этот пунктик меня порадовал. Новые возможности и доработки. Открылась седьмая ПВЕ-зона, теперь у вас есть возможность пройти сюжетную кампанию и узнать, чем же закончилась история по спасению принцессы. Наконец-то. Разобраться в мире Хастл Кастл вам поможет социальная лента, которую можно найти в книге задания. Благодаря ей вы сможете следить за всеми главными жителями вашей любимой игры. Не упустите возможность узнать о всех хитрых сплетениях в жизни каждого персонажа. Устали от тупоголовых орков? Теперь во вторжении вас ждут более разнообразные интересные противники, но не стоит переживать. Сложнее они от этого не стали. Не стоит бояться случайно напасть на Соклановца, ведь теперь вы будете получать предупреждающие уведомления о том, что вы пытаетесь напасть на своего союзника. Также кнопка смены ПВП соперника зайду доступна всегда, если это ваш Соклановец. С этого момента каждый день в магазине вас будет ждать сундук с наградой. Он абсолютно бесплатный. Не верите, сходите и проверьте сами. Так, ну что же, насчет тупоголовых орков это хорошо. Будет какое-то разнообразие. С этой вот лента новостей я так немножко не понял. Надо будет потом с ней пошуршать и возможно мы с ней разберемся. Так, несколько доработок по порталу. Не бойтесь улучшать тронный зал во время нашествия нечисти из портала. Мы сделали так, что стоимость товаров будет сохраняться до закрытия активного портала. Также портальные заклинания больше не пропадают с завершением портала и остаются с вами до тех пор, пока вы их сами не израсходите. Так, что можете запасаться впрок. Теперь вы сами можете указывать, какие уведомления хотите получать от игры. Сделать это можно в настройках игры. Удобно, не правда ли? Мы заботимся о своих любимых игроках. Ну, если вы, ребята, о нас так беспокойтесь, вы бы хотя бы сделали какие-нибудь викторины, где можно что-то получить за просто так, как говорится, на везение. Мы любим эксплуатировать гоблинов. Эти мелкие существа могут быть крайне полезны. Специально для вас мы натренировали их, чтобы любой житель Хасл Касл мог нанять себе такого помощника, который будет собирать за вас ресурсы. И завершать тренировку жителей, даже когда вы отлучились от игры по важным делам и ушли офлайн. Кстати, а вы любите собачек? Мы его очень любим. Поэтому при желании вы можете приобрести няшного пса и даже дать ему кличку. Он будет весело бегать по вашему замку и радовать уморительными анимациями. Хотите играть в Хасл Касл комфортом? Мы сделали возможность приобрести премиум аккаунт, который упростит ваш игровой процесс. В два раза больше алмазов при первой покупке. Как так, спросите вы? Ну, в общем, вы получаете в два раза больше алмазов за те же самые деньги. Эта акция одноразовая и распространяется на каждый платеж. Это самые важные, но недалеко не все изменения, которые появились в игре. Мы продолжаем работать над улучшением баланса и производительности Хасл Касл. Исправляем различные ошибки, улучшаем визуальный стиль и звуковое сопровождение. До встречи в следующих обновлениях. Да, ребята, что же я вам скажу. Здесь у нас добавился сплошной донат. Просто сплошной. Гоблин – донат. Собачка – донат. Но я вам также могу сказать, что без них можно дальше спокойно продолжать играть. Не то, чтобы я за наших программистов, за этих, кто игру делает. Просто я хочу вам сказать, что не стоит отчаиваться. А программистам я бы хотел бы сказать, что, ребята, ну на самом деле, вы бы действительно придумали бы какие-нибудь викторины, чтобы люди, у которых нет возможности купить вот этих там собачек или того же самого гоблина, который тут будет нам собирать, помогать вещи, по какой-нибудь лотереи, чтобы была возможность его выиграть. Это бы как-то компенсировало, может быть, скажем, донат. Потому что у кого есть деньги, тот купит. Но многие дети, играющие, у них нет возможностей таких, как бы. Поэтому я душой и телом только за них болею. И не хочу, чтобы они просто бросали игру из-за вот ваших вот этих вот выкрутасов и жажды наживы. Так что если посмотрите, вы подумайте об этом, пожалуйста. Ну а мы с вами давайте вскрывать сундучки и смотреть, что у нас здесь будет. Так, отлично. Одни ресурсы падают. Наверное, так оно и будет. Ну да не беда. Они нам, кстати, тоже очень сильно нужны. Я вскоре буду делать новую постройку, пока еще не определится, что это будет. Так, это что у нас такое? Смертоносная секира. Что ж, зелененькая это неплохо, а вот эта пойдет у нас на кристаллы. Белую шмотку, как вы знаете, я долго не берегу. А практически сразу отправляю ее в утиль. Так. Ну. Все. Отлично. Ух ты. Два сундучка почему-то сразу дают. Это хорошо. Это, наверное, из-за того, что я купил себе премиум аккаунт. Так, это мы разберем. В любом случае. Так, что у нас? Ну и это тоже. Только немножечко попозже. Так, давайте почитаем. Собака, походу, фулл радость дает. Вы купили. Да, интересно, что облака дает. Как узнать, какие облака? Дождь в основном. Для красоты. А вот насчет собаки не получилось. Кстати, я тоже не понял. Там было написано. Сейчас мы со всеми поздравимся. Там было написано, что вы можете разгадать историю этой собаки. Задание какое-то. Но я почему-то ничего не видел. Просто ее купил, и она у меня стала бегать по замку. Никакой истории. Я, извините меня, не увидел в этом. Так, черт подери, я забыл, как этот... Я написать написал, а как это увидеть-то, ядрена ложь? Совсем из головы все повылетало. Ну что ж, давайте отправлять привет. Так, подожди, вот так сделай. Всем привет, как говорится. Так, ну а в глобальном у нас... Что тут у нас? Они забили на это. А собаки, видимо, вдруг кто любопытный выхнет в мусорку деньги. В принципе, я согласен с Эребором. Собаки для чего за 800 рублей? Да просто так, для красоты, ребята. Не берите в голову. Деньги, деньги, деньги. Да, вот я, Один, тебе и говорю, что вот это обновление исключительно за донат. Вот, лучше бы они думали бы о нормальном обновлении игры, а не какие-то тут донатские фишечки свои, которые, в принципе, здесь никому не нужны. Так, и у нас, ребята, открывается новая локация. Называется Проклятые земли. Врата бездны. Ну и что же, наверное, мы с вами начнем ее проходить. Так, добавляем магию. Так, хорошо. И ставим новую. О-о-о! Это 18 заклинаний я могу сразу делать. Вот это что-то новенькое. Это даже, я бы сказал, очень хорошо. Вообще шикарно. Вместо 9 стало 18. Все, ребятушки, я готов. И поехали. Посмотрим, что у нас тут будет. Ну, обычные стандартные орки. Ну, наконец-то, наконец-то я смотрю какие-то изменения. Вы посмотрите. Видите, что изменилось? Нет? А я вам скажу. У них, наконец-то, появилось разное оружие в руках. То есть, не так, как раньше по стариночке. Они бегали с одинаковыми посохами, с одинаковыми луками и так далее. А теперь у них начало. Дональд православный. Сэр, мы подошли к владениям повелителя бездны. Ему больше некуда ступать. Мы загнали его в угол. Вместе вам будет противостоять сильнейшее боевое войско. Наши бойцы не зря провели столько часов в оружейной. И съели столько еды из-за кормов замка. Справимся. Да, Дональд, я с тобой полностью согласен. Конечно же, справимся. Так. Ужасное место. Это мы уже читали. Это, я так понимаю, у каждого героя есть своя лента. Своя история. Надо будет потом как-то прочитать мне. Если оно будет того стоить, можно будет периодически почитывать, как комикс. Хе-хе, своего рода. Ну что же, у меня все отхилились почему-то довольно быстро. И мы приступаем к следующему бою. Недобрая земля. И опять у нас тут орки. Хе-хе. Как-то, мягко говоря, начинается все очень довольно легко и просто. Так. Сосунки. Получили свое. Ну, вот радует то, что у них поменялось все-таки оружие. Как-то теперь. Еще бы, конечно, бы им поменять броньку бы. Чтобы она разная была. А не эти тряпки, в которых они там бегают. И цены бы не было. Так, открываем. И что нам достается? Ой, арбалет. Опять же белый. Да, жаль, конечно. Так, что это за сердечко такое у нас тут? Глобальное восстановление. Ты можешь лечить всех жителей замка одновременно. Э-э-э-э-э. Немножко не догнал, конечно. Ядовитые испарения у нас. Следующая локация. И мы приступаем бомбить. Идите сюда, хламоны. Пора вам в люлю. Кстати, когда здесь будет босс-то, интересно. А? И кто здесь вообще будет? И, в конце концов, я хочу накостылять этому повелителю безны и спасти свою принцессу. Интересно, что-нибудь изменится из этого, нет? Так. Ой. А вы видели, что у меня почему-то двойной донат, хотел сказать. Двойной бонус. Двойной лут идет. У меня идет основной, который я получал. И еще плюс внизу было. Интересно, с чего это вдруг? Ну, это, наверное, все-таки из-за того, что премиум. Ну, мне можно, ребята. Мне можно. Мне нужно догонять. Еще раз вам повторю. Я слишком сильно отстал. Очень сильно отстал. Надо хоть как-то приблизиться. Я дальше 50-го уровня, извините меня, в портале не могу пройти. А это смех. На палке. Начал чуть ли не с нового года. И топчусь все на месте. Надо уже маленько развиваться. Так. Ну что же. Давайте следующая у нас. Тропа сгинувших. И опять у нас здесь орки. Нет, что-то они здесь намудрили. Почему одни орки? Ух, с тесаками, с булавами. Причем здесь одни войны. Это, конечно, зря. Зря они тут. Хе-хе, вышли. Отдохните, огурцы и хлопцы. Так. Бонус, да. Бонус, ребята, за премиум это был. Я успел прочитать. Как тебе мои земли, Оливия? Правда красиво? Однажды я заблудилась и пришла на свалку за замком. Там было получше. Хе-хе-хе. А графу тут нравится. Граф, ты вовремя. Искупи минус за провал в лесу. Останови людей. Ну что же. Я так понимаю, следующим у нас будет граф, который... Хе-хе. Сейчас у меня всхлопочет по первое число. Уж поверьте мне. Блин, по привычке забираю ресурсы, ребят. У меня же есть гном. Какой гном? Гоблин, который... О, вот это уже что-то новенькое. Ну и 58 уровень. Вы издеваетесь надо мной, а? 58 уровень, ладно. На кристаллы сгодится. Ну что же. Давайте посмотрим, где у нас тут. Подожди, это не то. Ага. Вот. Стражи бездны. Ну давайте зайдем. Граф. 169 тысяч мощей. Салабон. Я как помню его, когда в первый раз проходил. Вот это был босс. Действительно босс. А сейчас это... Ну что это за... Сынок. Сынок с... С бочкой на голове, которая сплошь рядом проткнута стрелами и мечами. Так. Получаем синий сундучок. И давайте-ка, наверное, сразу же мы с вами... Граф, ты снова все испортил. Ну, а куда же мотивация? Голова снова болеть после драка. Граф очень страдать. Ну, правильно, получил по заслугам. Поэтому забираем награду. Вот это хорошо, что два сундука дают. Очень хорошо. Да, кстати, ребята, я вам хотел еще сказать, что... Помимо вот этого, что я сегодня задонатил маленько, да? Я для портала себе еще купил трехкратное увеличение темных душ. Так что, надеюсь, надеюсь, что в следующем выпуске, ну, если я, конечно, успею здесь немножко приобрести себе шмоток и оружие, мы с вами пойдем фармить темные души. И, естественно, я сделаю портала фон, как вы и просили. Так, это забираем все. Здесь у нас что? 31 уровень. В принципе, хорошо. И вот этот сундучок мне больше всего нравится. Ух ты! Ну, елки-палки, ну... Да что ж такое-то? На 60 уровень-то дали все. Это никуда не годится? Слабовато, слабовато, конечно. Уэйт! Кто это орет? Это работяги, что ли, уже так кричать стали у нас? Так, собака вообще ничего не делает. Зря я, конечно, ее купил. Надо было денег поберечь. А тут у нас что за олухи-то? Лашпены! Но довольно какие-то крепковатые. Да, это все ерунда, в принципе. Разобрал и не поморсился. Так, упали. Замечательно. Ну, и, кстати, вот этот вот премиум-аккаунт, он тоже немного-то нам чего дает. Я думаю, что можно было бы, в принципе, и без него обойтись. Так что, деньги на ветер я, ребята, не советую просто выбрасывать. Все равно, рано или поздно доберемся до... Уровни максимальных раскачаемся. Просто единственное, что придется немножко подольше всего этого добиваться. Как, например, мне полгода. Но это из-за того, что я играю не каждый день и не всегда есть возможность. Так бы уже давным-давно, наверное, был бы в топе. А может быть, еще в одном месте. Ладно. Что мы с вами можем делать? Сейчас у меня моя балерина отхилится. И мы с вами пойдем продолжать проходить основную сюжетную линию. Я просто хочу увидеть, до какого предела я смогу добраться. Куда бы тебя паренек отправить-то, а? Смотрите-ка. И здесь отдыхает. Элина, давай-ка вот сюда иди. А ты, наоборот, сюда. Вот это будет другой разговор. Так, отхилилась. Давайте глянем, что у нас тут. Ядовитые испарения. 180 тысяч мощей. Но с ними, смотрите-ка, некромант. А это плохо. О-о-о. Это что он такое делает? Так, отлично. Да ладно, завязывай, некроша. Ты смотри, что чудит, а? Ты будешь их так всех... Нет. Все-таки его завалили. А я думал, он будет без конца воскрешать. Вот это была бы новость. Так, сундучок у нас есть. Иди лечись. Знаете, она... Такое ощущение, когда я ее отправляю лечиться, она так кричит, как, знаете, это чайка или кто-то. Индейц, елки-палки. Перед нападением они так улюлюкали, короче. Гоблин, давай, не халтурь. Бегай, собирай. Я все-таки тебя за кристаллы купил. Так что отрабатывай. Так, тут у нас 22 часа 1 минута. А тут 10 часов 30 минут. Блин, еще долго ждать, а? Мне, ребята, как-то нужно сделать столовку, улучшить себе. Ну, знаете, чего я боюсь? Если она будет улучшаться, она, по-моему, 4 дня делается, да? Я же не смогу добывать яблоки. И, грубо говоря, 4 дня коту под хвост. Так, что у нас тут? Поголовые орки. Да, кстати, вот эту штуку надо посмотреть. Ну, я смотрю, здесь орки. Нарисованы, по крайней мере. А если они... Ну, может быть, они по-разному всегда там будут? Сегодня орки, например, завтра там. Еще какие-нибудь чудики. Горе выжившим. О-о-о, 180 тысячи. И все арбалетчики? Ё-моё, вот это отряд. Отряд трясогуски. Но им не жить все равно. Ё-моё, а разбирать-то как лихо. Вы посмотрите просто. Нет, все-таки наша победа. Значит, это еще не предел. Есть, как говорится, у нас порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. Ой, так. А что тут у нас отмечено, я не пойму. Наш лорд ведет армию по самым ужасным землям мира в глубины их бездны. Желаем удачи экспедиции бесстрашных бойцов. Им предстоит скрестить мечи. Да. Единственный честный человек, вернее, орк, ты мне нравишься, парень. А ты, игровой, не нравишься, слишком красный. А граф, тупорылый, что сделаешь? Да и аргоний, в принципе, тоже умом-то не блещет особенно. Прятаться за его спиной тоже. Граф, оглядываться, но никого за спиной не видеть. Да. Забираем. Ну, один, один самоцветик, это хорошо. Да, что-то с деньгами и с ресурсами у меня вообще напряженочка, если честно. Темные своды. Так, там два некроманта, два лучника и два бойца. Это уже будет серьезное такое, знаете, заявление в нашу сторону. Оу, оу, смотри, что делаем. Эти некроши-то жарят не по-детски. Здравствуйте, приплыли, они еще и ресаются. Так, давайте-ка их уроним. Кто их отхиливает-то, не могу понять. Эй, у меня-то бойцов уже все меньше и меньше. Нет, пока стоим. Давай-давай-давай, отлично. Слушай, ребят, я чувствую, что на следующем уровне меня, наверное, уронят все-таки. В чем-то такое предчувствие дурацкое. Есть у... Лич Морталис, явись по моему зову. Я здесь. Настало время тряхнуть гнилыми костями. Убей людей. На этот раз они не останутся в живых, обещаю. Подхалим, хренов. Ну, слушайте, а я не понял. Такое впечатление, что у нас будут впереди все боссы, которые были до этого вообще. Да, Морталис, потом там с Фрогом. А, нет, там дофига. Там еще Голем. Это дерево лесное. Ну что ж. Довольно тогда неплохо будет. Мы их всех накуварим. И в конце концов я потом гляну, что из себя представляет этот самый главный злодей. Ну и надеюсь, мы его порешим. Так, давайте соберем здесь. Елки-палки, еще ресурсы. Я забываю все время, что у меня этот подхалим бегает и все время все собирает. Кстати, без него тоже можно обойтись, без этого гоблина. Единственный плюс, единственный плюс в нем, что когда ты в оффлайне, он за тебя делает эту работу. Ну а сейчас, ребята, как видите, занимаемся почисткой ненужного нам хламья. Белые шмотки обычно я всегда удаляю, какого бы уровня они ни были. Они нам просто-напросто не нужны и не пригодятся. Так, этот лук тоже разбираем. Что-то нам еще можно. Тут, в принципе, дофига чего. Так, 16, 928. Ладно, это пускай пока прилежит. Ну, это, это, естественно, разбираем. Это уже просто устарело морально. И для моих, как говорится, бойцов уже не подходит. Все-все, это 73 уровень, хотя еще нормально. Это бомбим. Ну, арбалет, естественно, тоже. Так, кинжалы эти ненужные, никчемные. Так. Крит. Крит нам не нужен. Посох 74. Угу, соблазнительно, конечно. Магическая броня. Нафиг она нужна. Никогда я не пользовался. Так, а какой лучше взять? 320. Нет, давайте вот это, наверное, уничтожим. А тот оставим себе. Так, арбалетик. Этот посох тоже. Этот тоже уничтожаем. И вот этот. Так, по белым шмоткам вроде бы как все. Необычное оружие. Да нафиг оно нужно. По бронькам тоже самое у нас будет зачистка сейчас. Так, вот 81 уровень. Это обязательно. Так. Магическая броня. Не нужна. То же самое удаляем. Так. Ну что же, вроде бы как Крит. Давайте тоже он не нужен. Сила магии 779. О, вот это удаляем. А это оставим. Еще мало ли что, пригодится. Так. И давайте бахаем. Вообще нужна мне синяя броня. На зеленку даже уже как бы и смотреть-то тошно, если честно. Так. Ну что? Улюлюкает она там. Давай. Пойдемте с вами в очередной бой. Обитель призраков. А, тут у нас Морталис. Ну что же, Морталис. Готовься. Сейчас ты будешь у меня ползать на коленочках. И просить о пощаде, естественно. Так. И... А, нет. Все. Все. Здесь у нас полностью все сделано. В бой, как говорится. И с песней. Так. Вышел Ахламон. Он один будет что ли? А, нет. Смотрите-ка. Не понял. А как это он так бомбанул? Мою магичку? Тихо ты. Че разбуянился-то, Олух? Хрен тебе. Не возьмешь. На. Спать. Ууу. Да он вата. Тихо. Черт. Вот этого мне только не хватало. Блин. Ё-ой. Ты че? Как так? Посмотри, что делает. Сам погиб, значит. А вот этих вот... Да ладно, завязывает уже. Вот это он не дал просраться, ребята. Вы посмотрите. Предсмертный какой-то... Сделал предсмертный крик и вызвал всех этих некромантов, там, скелетов, лучников. Нежданчик, короче, для меня это был. Хорошо. Ага, хорошо. Да ничего хорошего. Магии у меня очень мало. Но все-таки надо будет попробовать разочек еще раз на него напасть. Авось нам улыбнется удача, и мы сможем его победить. Хотя бы в этой серии. Ну что, надо ждать, когда у меня все мои ребята отхилятся. Да и с яблоками тоже у меня проблема, смотрите. Всего лишь 110 тысяч. Ну-ка, давайте-ка... Подожди-ка, глянем. Оу, ребят, смотрите-ка, на самом деле, на самом деле все совсем по-другому. Уже не только орки. Уже и големы идут, и некроманты, и скелеты. В общем, можно будет спокойно делать себе достижения. Так. Осталось только красоточки немножечко дохилиться. И, как говорится, вперед с песней. Не знаю, потянем или не потянем. Но... Да просто Морталис меня взял врасплох, если честно. Так бы я его давно бы уже вздернул бы на дебагвы. Ну, как-то немного нежданчик. Надо было сразу лед бросать. А я что-то там пыхтел, кроптел. Ладно, три магии у меня льда есть. Может быть, еще успеем. Так. Может быть, сделать одно вторжение. Давайте посмотрим чисто для себя. Так. Ну да, ребята, все отлично. Теперь будет хоть какое-то разнообразие. Не только одни орки эти. Так, подожди. Давайте только вы тут еще не начинайте мне, а? Еще не хватало, блин, на каком-то вторжении погибнуть. Нет. Тут мы вырулим. Хотя... Некроманты здесь уже такие довольно злые стали. Вы заметили, да? Вызывает своих этих скелетиков. Раньше они, по-моему, могли только подхиливать. Или раньше они тоже могли вызывать. Уже, честно говоря, и не помню. Е-мое. Сколько же придется ждать, пока вы у меня отхилитесь. Смотри, смотри на гоблина. Оп. Прыгнул. Собрал яблочки. Причем у него сзади рюкзак. Или что там у него? Корзина полная яблок. Хе-хе-хе. Жаден, братишка. Да яблочек-то жаден. Блин, когда же эта жилая комната построится, а? Столовая. Да, ребята, 3 300. Только лишь денег нужно. Две. Два ляма нужно дерево. И почти лям 400 нужно стали. Так, а сколько нам нужно на броню? Так, мастерская. Подожди. Литейная. А мастерская оружие. Ё-моё. До следующей мастерской мне еще пыхтеть и пыхтеть. Вот, мастерская броня. 4 200. 4 миллиона 200 тысяч нужно золото. 3 миллиона нужно дерево. Короче, дофига. Да. Хреновенько, конечно. И это будет 63 85. Кисло. Что я могу еще сказать? Ну что, отхилилась, родная. Пойдемте повторим. Обитель призраков. Как говорится, попытка не пытка. Ух. Смотрите-ка. Практически все отхилилась. Нет. Не буду я это ставить. Хотя можно, в принципе, сравнить. Где она у меня? Вояка моя. Вот. Ну-ка. Ну. Отстает. Отстает, если честно. Тут вообще даже говорить нечем. И, кстати, надо будет мне эту сферу как-то заменить тоже. Надо сделать, по-моему, посох. И желательно, чтобы он выпал синий на лечение. Вот это будет круто. Кристаллов у нас много. Так что, думаю, стоит заказать в дальнейшем себе. Ну что, вроде бы как у меня все отхилились. Черт, хотел уже взять манну, но вспомнил, что у меня есть гоблин. Попытка не пытка. Кстати, 300 тысяч мощей у Морталиса. 300 тысяч. Ё-моё. Так, вы смотрите, что он делает, а? Он первым делом меня застанил. Ну, я как-то выкрутился из этого положения. Так, хорош там мне ронять. Нет, все-таки уронил магичку. Ну, мои. Вот, сейчас готовимся, ребята. Вот сейчас вот так делаем. Давай, давай, давай. Еще магия. Быстрее, 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 быстрее. Ох ты. Порвали, как сосунка. Я же говорил вам, ребята. Терпение и труд все перетрут. И мы получаем с вами синий сундук. Я так боялась, что этот мерзкий лич убьет вас. Да уж куда там. Он сам уже давно мертв. Что он может сделать живым? Хе-хе-хе. Не спешите хоронить меня. Мда, опять каламбур какой-то. Каламбур у тебя знаешь где? В гробу, братишка. Хе-хе-хе. Умереть еще раз мне было несложно. Я уже много раз так делал. Хе-хе. Наш лорд ведет армию по самым ужасным землям мира в глубины и бездны. Пожелаем удачи экспедиции бесстрашных бойцов. Им предстоит скрестить мечи с повеликой бездны, спасти принцами. С Оливией и ее отца нашего короля. Ты старикан только и можешь удачи желать. А нам тут жизнью рисковать. Мудрый старик держится подальше. А ты, Дональд, погибнешь в первых рядах. Сразиться с противником, которого ты уже победил. Что же, дать возможность реванша благородно. Ну, короче, понятно. Хе-хе-хе. Дали ему возможность, но он ею не воспользовался, поэтому и погиб. И нам выпадает броня синяя. На какой уровень? Шестьдесят седьмой. Шестьдесят седьмой уровень. Блин, жесть. Ни пруха, ни везуха. Я не знаю, как это назвать. И у нас следующий. Это воплощенный ужас. Но этих ребят мы будем проходить уже в следующей серии. Так как у нас с вами нету яблок. А на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Ну-ка, лучник. Дай-ка, кучу, гляну на тебя. Нет, маловато. Не дорос еще. Так что... До скорых встреч, ребята. И удачи вам. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok